ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. На четвертом этаже хирургического корпуса кипит работа. Строители демонтируют старые конструкции. Уже демонтированы двери, старые коммуникации и напольности. Целое отделение травматологии Первоуральской больницы уже две недели закрыто на ремонт. Часть пациентов заранее перевели отсюда на другой этаж хирургического корпуса, а часть расположили в терапии. Теперь на площади более тысячи квадратных метров ведутся масштабные работы стоимостью 28 миллионов рублей. Деньги выделены из областного бюджета. У нас полностью будут новые полы, новый потолок, отделка стен, новые блоки дверные, новые блоки оконные, плюс сети инженерные. Это касается и отопления, водоснабжения, канализация, новая система пожаротушения и, естественно, сигнализация. Кроме отделки всех помещений и замены коммуникаций, все 18 палат отделения будут оборудованы новой мебелью, как и сестринские комнаты. Изменятся и санузлы. Ими смогут пользоваться маломобильные пациенты. Здесь будет туалет, здесь поможем туалет с раковиной. Здесь будут две расходности. Здесь для молодых, которые знают, что он будет здесь. Рад, чтобы он подъезжал. Будет широкий заезд. Там будут специально установлены перила. Для них, чтобы были все удобства. Все их будут, что думал, маларники. Все у них тут все будет. Что-то по-другому все. Никак было, что по-старому не было так рассчитано. Вот из-за этого маленечко расширили. Новые санузлы оборудованы, перевязочные и автоматические раздвижные двери. Словом, планы грандиозные, поясняет главный врач Первоуральской городской больницы Виктор Долгушин. По его словам, первоуральцы могут надеяться, что здесь появится полноценный травматологический центр. После завершения ремонтных работ в травматологическом отделении мы начнем ремонт на первом этаже по созданию травмпункта, по переносу. Соответственно, когда мы все закончим в травмотделении и закончим в травмпункте, то схема работы немного поменяется. А еще пациентам обещают новую удобную маршрутизацию. Работы по ремонту травматологического отделения согласно плану рассчитывают закончить к июню. А затем строители должны приступить к ремонту травмпункта, который будет на первом этаже. Кристина Себева и Сергей Шемет, Интера ТВ.